О социализации детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, говорили на аппаратном совещании у главы города. В докладе отмечалась важность взаимодействия школы-интерната «Семья» с некоммерческими организациями. Также повестка заседания включала организацию сельхозярмарок и санитарную уборку города. Подробности далее. Важность взаимодействия школы-интерната «Семья» с некоммерческими организациями для социализации детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, переоценить нельзя. Это помогает формировать позитивное отношение к окружающим, восприятие труда, способность делать выбор, принимать решения и отвечать за свои поступки. Взаимодействие ведется по направлениям социально-психологическая реабилитация, профориентация, социальная адаптация, социально-правовое просвещение и пропаганда здорового образа жизни. Партнерами являются благотворительные фонды и общественные организации разного уровня, самым главным из которых является фонд «Металлург». Отдельным направлением программы «Наши дети» является организация досуговых и оздоровительных мероприятий для воспитанников. Загородные поездки, детские и спортивные мероприятия с учетом пожеланий и возможностей детей, просмотры мультипликационных и кинофильмов на базе ООО «Дом кино», а также социальных мини-фильмов по актуальным проблемам современного общества. Посещение аквапарка «Водопад Чудес» и городского курорта «Притяжение». Продолжать надо эту работу и совместно увеличивать степень вовлечения детей. Наверное, это самое главное направление, когда человек чувствует себя нужным, коль уж так сложилась жизнь их. Они должны в большей степени понимать свою значимость в обществе, свою необходимость, вовлеченность. Наверное, это и есть главное лекарство. Сельскохозяйственные ярмарки помогают жителям покупать продукты по низким ценам напрямую у производителей. Наш город проводит их каждый год. В этом году ярмарка станет 20-й. Подготовка началась заранее, и администрация консультировала желающих участвовать. Торговые места предоставляются бесплатно и на простых условиях. Сейчас выдано 44 разрешения. Несмотря на дождливое лето, фермерам удалось вырастить достойный урожай. В городе организовано 8 точек для продажи, но традиционно самая большая ярмарка разместилась на площади Горького. Там 28 торговых мест. Этому помогают не только предложения покупателей, но и инициатива самих хозяйствующих субъектов. Ведь они стараются построить свою работу так, чтобы было комфортно всем участникам торговли. Имеется безналичная оплата, доставка товара до автомобиля, а при необходимости и до дома. Продажа товара небольшими объемами, контрольные весы, круглосуточное видеонаблюдение, контейнерный бак. При возникновении претензий по качеству товара всегда пойдут навстречу покупателю и обменяют товар. В финальном стал доклад о санитарной уборке. Она включает механическую уборку дорог от грязи и мусора, вывоз отходов, очистку тротуаров, ямочный ремонт и стрижку газонов. За отчетный период было очищено 3 миллиона 760 тысяч квадратных метров дорог, 18 парков и скверов, а также общественных территорий.